всем привет друзья сегодня расскажу о том как я строил впускной коллектор на волгу на турбо волгу этот проект строит мой давний знакомый константин маркин он такой же фанат волк как я фанат эклипсов он ведет свой канал на youtube множество полезной информации о волгах и не только о волгах вы можете узнать перейдя по этой ссылке подписывайтесь на его канал но не забывайте про мой его 400 сильная turbo волга в этом сезоне готовится выступать соревнованиях по дрифту ей полностью перекроили кузов багажник и подкапотка построены на пространственной раме все кузовные элементы сделаны из стеклового окна двигатель также готовится к еще большим мощностям и для лучшего наполнения цилиндром наверках под бустом он решил сделать впускной коллектор с большим по объему ресивером и короткими раннерами бюджет на эту постройку выйдем примерно нулевой это нормально для волги поэтому делать я буду из того что под рукой без 3 для фрезеровки но с душой мы взяли родной волговский впускной коллектор отделили часть ресивером для работы взяли вторую часть сланцем крепления к двигателю изначально задача стояла сделать минимально возможные по длине раннеры поэтому резать их придется сразу за сводом вкусных окон распилить за один срез мою ленточную пива не в состоянии пилить буду по одному для начала разделю цельный фланец на отдельные части теперь по одному можно перепилить все раннеры ресивер будет состоять из основания боковых стенок и крышки эта крышка хотелось бы чтобы имела обтекаемую форму и самым удобным будет взять трубу а точнее гиб диаметр ее 100 миллиметров что равно ширине дросселя сначала я хотел сделать срез на 90 градусном гибе но потом не приглянулся 45 градусный поворот с толщиной стенки 3 миллиметра и верхнюю часть ресивера я делаю из него габариты мне диктует оригинальная часть с раннерами на трубе очень неудобно разметить такой спил но болгарка всегда отрежет правильно получилась такая симпатичная крышка теперь по ней можно разметить основание коллектора и места для стыка с раннерами материалом для оставания служит конечно алюминий и его толщина 5 миллиметров дальше торцевая стенка ее также придется делать из трубы чтобы сохранить мнимую аэродинамику отрезаю сектор основание есть крышка есть для получения желаемого объема необходимо прикинуть высоту этой конструкции размечаю и вырезаю стенки учитывая что трубу под крышку я пилю под углом этот же угол наклон надо сохранить на боковые стенки материал для боковых стенок выбрали толщиной 4 миллиметра в целом алюминий вполне приятно пилиться болгаркой хотя от нее очень много пыли теперь когда весь пазл собрался можно начинать обрабатывать грани выравнивать плоскости стыковки убирать заусенцы и готовить детали к сварке но надо сделать еще пару штрихов нужны отверстия в основании по вкусные каналы форму их прямоугольная закругленными углами большого сверва под рукой не оказалось да и все равно потом фрезеровать придется вручную все эти места стыков с раннерами поэтому сделаю несколько десятков отверстий старым добрым способом получу нечто похожее на желаемые каналы пару ударов молотком и все готово надо как-то попробовать оставить такую форму с рассекателями потока в виде обратной шестеренки но это в другой раз а сейчас пора приступить к сварке алюминий капризный металл и чем лучше очистить места сварки тем качественнее будет сварочный шов а тут еще отлитый кусок надо приварить к листовому алюминию поэтому тщательно выбираю металл фрезой потом защищаю ежом и конечно протираю спиртом куда же сварки без 100 грамм прихватив часть с раннерами к основанию ресивера можно портировать вкусные каналы да конечно можно сходить к резервщику выбрать все быстро и красиво но это же хендмейд все делаем ручками ну или почти все получилось вполне аккуратно деталь а следующим шагом будут стенки точнее для начала все три части будущей стенки объединил в одну цельную конструкцию примерка показывает что все сошлось и можно приступить к светковке крышки и стенки что-то ток маловато надо его поднять а так вот разожлось ставлю прихватки по периметру всей детали ну и уже видно что получится в итоге вроде вышел вполне симпатичный коллектор двигаемся дальше основание и верхнюю часть можно соединить но сначала проварю основание и раннеры как только не приходится изгаляться чтобы достать горелкой во все места сварки теперь эта конструкция представляет собой одно целое и пока она будет остывать я займусь примеркой дросселя дроссель диаметром 70 миллиметров универсальный сделан из алюминия чтобы лишний раз не нагревать его компоненты я его разберу дроссель продается с фланцем но зачем-то во фланце сделаны сквозные отверстия под болты крепления дросселя на всякий случай чтобы потом не искать утечку давления я лучше заварю внутреннюю сторону фланца да и весь коллектор посажу на прихватке а следом несколько часов сварки 60 литров аргона десяток прутков алюминиевой присадки комок нервов и все будет готово а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...